По мнению экспертов, сегодня агрессивная пропаганда Минска всё больше напоминает украинскую и подталкивает белорусов прочь от братского русского народа. Сейчас нередко в белорусских СМИ можно встретить любопытные статьи о том, какая плохая Россия и как её власти нехорошо поступают со своими лучшими друзьями, белорусами. Речь идёт о закрытых на время пандемии границах, конфликте в ценовой политике на нефть и других вещах. Риторика белорусских СМИ, хотя и не явно антироссийская, но тонкий намёк на толстые обстоятельства очевиден. Мол, если Россия не изменит своего отношения к братьям-славянам, те могут повернуться к Москве задом, а к Европе передом. Такое мнение высказал недавно заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По мнению экспертов, Минск специально раскачивает ситуацию внутри страны, чтобы показать, мол, мы сами зусами, не будете с нами дружить, чтоб нам на пользу, мы поищем других друзей. Добавил масло в огонь министр иностранных дел Маккей, известный своей прозападной позицией. Он подверг Россию жёсткой критике за то, что она слишком взорвалась, манипулируя Белоруссией. А вот Евросоюз дипломат хвалил. Да как хвалил. Там у них и заработок, как у белых людей, там у них права и свободы, и вообще будущее Белоруссии вовсе не в интеграции с Россией, а именно в ЕС. По словам министра, белорусский народ рано или поздно сам это поймёт, и тогда она всегда отвернётся от русских. При этом эксперт Суздальцев уверен, что для России, для её общественного создания, такой разворот Белоруссии станет гораздо большим шоком, чем украинский Майдан 2014 года. Ведь на Украине всегда были сильны антироссийские настроения, а Белоруссию Россия давно считает своим ручным другом, которому всё равно деваться некуда. А между тем, как считают Суздальцев, присоединение Крыма к России многих насторожило на постсоветском пространстве. Ведь в том случае, если кто-то из бывших республик СССР начнёт разворот к западу, Москва всегда может найти повод забрать часть чужой территории. И хорошо, если только часть. Конечно, не об Украине сейчас речь, речь о дружеской Белоруссии, которая всегда была братской стороной и верным союзником. От Минска простые россияне не ждут подвоха, да и денег Москва в Белоруссию вложила немерено. Так что, как считает эксперт, поворот Минска на запад будет для Москвы и неожиданным, и неприятным. Российская сторона по давней традиции пытается подморозить нарастающий конфликт, всех успокоить и решить вопросы через закулисные переговоры, недооценивая важность прямого диалога. Александр Лукашенко же, наоборот, гипермоционален, зачастую переводит дискуссию о разногласиях в жёсткий формат. Белорусские эксперты не до конца понимают специфику российского информационного пространства, где разброс мнений и позиций гораздо шире, чем в Беларуси. Тщательно отслеживают и крайне негативно воспринимают любую критику в адрес Минска. И повторяют ту же ошибку, что и российские власти в отношении ряда постсоветских республик хотят вести диалог лишь с удобными представителями гражданского общества, игнорируя большинство даже лояльно настроенных критиков. Проблемы всегда есть и будут, но если их не обсуждать, если видеть за любой критикой заговор и антибелорусскую позицию, то они не исчезнут. Субтитры создавал DimaTorzok